Музыка Уважаемые дамы, продолжаем наше увлекательное путешествие в Миралко-Хискеле. Помните, мы начали с вами это путешествие перед Пуримом и говорили о 36 главе Ефискеле. Помните? А сегодня я хотел бы поговорить о 37 главе Ефискеле. Но только после того, как вы мне откровенно признаетесь, какое сегодня число. Кто не знает, Юдзайн сегодня 17-е Адара 5774 года. Да, мы благополучно пережили Пурим и начинаем движение в сторону Песоха. 37 глава. Я напомню вам, что Ефискель, он пророк, который функционировал в Вавилоне. Родился он в Эра-Цесраэль, но функционировал в Вавилоне. И поэтому его задача объяснить, с одной стороны, объяснить изгнанникам, что Ашем их не оставил, и что они продолжают оставаться народом Всевышнего со всеми вытекающими обязанностями, а с другой стороны, пытаясь их утешить, мол, не отчаивайтесь, Ашем вас вернет. Вот эти темы. И, кстати, если мы вас сегодня не будем обсуждать, то если почитаете Ефискеля, у него есть подробнейшее описание третьего храма. И все, что угодно. Вообще много всякого рода утешений на будущее. Тридцать седьмая глава – это знаменитое видение иссовших костей. Это нечто страшное, нечто жуткое, и это самое яркое проявление в Танахе, самая яркая демонстрация, которая существует в Танахе, для того, чтобы показать, что такое Галут. Галут – это смерть. Галут – это кладбище. Галут – это гниение и разложение. Мы поняли вашу мысль. Нет, это не моя мысль. Это мысль Ефискеля. А точнее, это мысль Ашемы, которая передана через Ефискель. Тридцать седьмая глава. «Была она мне рука Ашемы». Это говорит Ефискель. «И улег меня духом Ашемы, опустил меня среди долины, и она полна костей». То есть, речь идет о видении, пророческое видение. Это не то, что он там ходил по какой-то реальной долине. Духом увлек меня. Не забывайте, кстати, что Ефискель, он ведь по своему происхождению кто? Ефискель, он кто? Да, из какого коленова? Отнюдь, он кое. И поэтому, если бы он был действительно в реальности, ему кто-то не позволил бы ходить по разным кладбищам. А в видении, пожалуйста. Но, кстати, и в видении он ходит вокруг, смотрите. И он провел меня над ними, вокруг-вокруг. И вот многочисленный весьма на поверхности долины. И вот иссохший весьма. Что он видит? Огромную долину, полную человеческих костей. Красиво? Красиво. И сказал он мне, Бен Адам, а живут ли эти кости? И сказал Яшем... Нет. И сказал... И сказал... Адунай Илухим, ты знаешь? То есть, что ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? И он сказал мне... Пророчествуя о костях этих искаршим, кости иссохшие, слушайте слово ваше. То есть, если в предыдущей главе нужно было обращаться к кому, помните? А? Народу? Нет. Там тоже были неодушевленные предметы, на первый взгляд. Агора. Агора Израиля. Эра Цесраэль. Теперь нужно обращаться еще круче к иссохшим костям. И сказал мне пророчествуя костях этих искаршим, кости иссохшие, слушайте слово ваше. Так сказал Адунай Илухим костям этим. Вот. Я ввожу вас в дыхание, а живете. То есть, вы не волнуйтесь. Все будет хорошо. Вы умерли, но немножко оживете. Но мало этого, ведь кости же не живут сами по себе. А как они живут, когда на них есть и кожа, и плоть. И дам вам жилы, и выручу на вас плоть, то есть тело, мясо. И покрою вас кожей, и веду вас дыхание, и оживете, и узнаете, что я оживаю. То есть, есть целая специальная программа оживления этих иссохших костей. И пророчествуя, как было поверено мне, и раздался звук. Представляете себе? Ужас. И раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум. И сблизились кости, кость, кость ее. То есть, что они начали делать? Соединяться. Значит, в каком состоянии они пребывали? Разбросанным. Вы понимаете? Дело не только в том, что есть кости, скелет какой-нибудь засохший. Нет, кости эти разбросаны. Эти детали очень важны. То есть, они были много лет, что ли? Более того, они не только много лет, они не имеют уже никакой связи. Это совершенно расчлененные кости. Это не, повторяю, какой-то скелет целенький, который еще может напоминать о человеке, основой которого он был. А это уже просто какие-то кости. Одна здесь, другая там. Нет связи между ними. И поэтому здесь, когда они сближаются, появляется связь. И увидел я, и вот на них жиры, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху. Но дыхания нет в них. То есть, это уже целые тела, но они еще трупы. Но он сказал мне, пророчествуй дыханию, пророчествуй, Бен Адам, и скажешь дыханию. Так сказал Адунай Илухим, от четырех ветров приди дыхание, и дохни на убитых этих, я живу там. И пророчествуй, я как повелел мне, и вошло в них дыхание. То есть, они начали дышать, и они ожили, но они еще что? Лежат. Уже живые, но еще лежат. И встали на ноги свои. Это картина динамичная, постепенно. Войско весьма-весьма великое. То есть, это огромная-огромная толпа. Что же это все означает? И сказал он мне, Бен Адам, теперь шифровка всего этого видения, кости эти, весь дом Израиля. То есть, все, что ты видел, долину с иссохшими, разбросанными костями, так выглядит народ Израиля. Почему? Вот, говорят, иссохли кости наши. Исчезла надежда наша. Покончена с нами. Кстати, обратите внимание, что отсюда взят мотив нашего национального гимна. Что сказали эти кости? Авда тикватейну. Что поем мы в нашей атикве? Од лё авда тикватейну. Понимаете, что автор атиквы, что он имел в виду? Он имел в виду слова Эхискеля. Авда тикватейну. Он говорит, од лё авда тикватейну. Поэтому, праотчеству из Каши. Так сказал Адунай-Илухим. Вот я открываю могилы ваши. И подниму вас из могил ваших, народ мой. И приведу вас в землю Израиля. Видали? Значит, где эта могила? Где эта могила? В Галуте. То есть, Галут это могила. Галут это могила. А я открою ваши могилы. То есть, не просто могила, это большое кладбище. А я открою ваши могилы. И подниму вас из могил ваших, народ мой. И приведу вас в землю Израиля. То есть, то место, где народ Израиль, еврейский народ живёт, это Эра Цесрая. Живёт хорошо, живёт плохо, живёт так, живёт этак. По этому поводу можно спорить. Но это место, где он живёт. А там он умер. Это могила. Нету его. И вложу дух мой в вас, я живёте. И дам вам покой на земле вашей. И узнаете, что я, Ашем, сказал, и сделаю слово Адуна и Рухи. То есть, мы видим с вами очень интересную вещь. Оказывается, пребывание еврейского народа в изгнании, за границей, это не просто плохая жизнь. Или не очень хорошая жизнь. А это смерть. То есть, в момент, когда Дамухабнецер разрушил нашу страну, Иерусалим и храм, в этот момент еврейский народ умер. Понимаете, он умер несколько раз уже. И каждый раз он снова возрождался. Первый раз мы родились, когда вышли из Египта. Потом умерли, когда вот Дамухабнецер нас убил. Потом мы родились заново во времена Маккабима, когда восстановили свою государственность. И умерли заново 9 ава, около 2000 лет назад, когда римляне нас погубили, разгромили. И снова еврейский народ ожил 5 яра 5708 года. И с тех пор живет и больше не умрет. Так обещают нам пророки. Иными словами, есть выбор между жизнью и смертью. Погодите, то есть если мы больше не уйдем, значит не важно в Галуте мы уйдем? Галут это смерть. Мы больше не уйдем в Галут, не будет больше разрушения. Мы сейчас в Галуте. Евреев в Галуте сейчас. Я здесь. Большинство? А это не важно. Потому что еврейский народ вернулся. Когда Маккабим восстановили здесь царство Израиля, сколько их было? Кроши. Но это и есть народ Израиля. То, что есть отдельные евреи по всему миру, это их проблема. Но как народ мы там не живем. Это кости. То есть можно считать, что те евреи, которые Галуте живут в Израиле, они умерли? Или как? Они существуют. Они существуют. А народ умер. Ты приходишь в какую-нибудь еврейскую синагогу или еврейскую общину, сверкающую бетоном, стеклом и алюминием, и видишь, что это красивый погребальный склеп. Жизни там нет. Могила. То есть иногда мы общаемся с потусторонним миром? Я не слышу. Иногда с потусторонним миром мы общаемся? Совершенно верно. Совершенно верно. Именно так. Как там на той стороне? Могила. Так а что делать-то? Выходить из могилы? Не, не, ну там разрушить этот дом, всклеп прекрасный. Зачем так? Почему? Ну, евреи, которые не могут посетить землю Израиля, может, у них денег не хватает, чтобы приехать? Ой, 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 ой. Вот поэтому не надо рассказывать. Даже билет, мне в свое время даже билет бесплатный дали. Нет сегодня такого еврея, который не мог бы приехать в Ир-Цесраиль. Нет, ну вы... Он не хочет по причинам тем или иным, это вопрос другой. Но не может, нет такого сегодня. Может быть, в Иране люди там, я не знаю, не могут. А тебе нужна Синагога-то? А? А мне нужна Синагога-то? Синагога. Могила красивая. Ну, не нужна она или нужна? Ну, подумай. Если человек хочет жить, если человек хочет умереть, то могила ему нужна красивая. Или некрасивая, я не знаю. Но еще хочет жить. Давайте представим, если там мертвецик по основам... Но народ, народ там не живет. Духоменно нет у них связи со Синагоги, если бы не было Синагоги, ничего. Но они никогда сюда не вернулись. Ну, чего рыба послали славы? Может быть, наоборот. Если бы там не было Синагогов, они бы давно вернулись. А как они вообще бы узнали, что они вернулись? Не знаю, я вернулся без Синагоги, как-то. В один момент открыли границы Советской империи. И можно было ехать. Если ты еврей, что ты делаешь? Если ты даже не знаешь. Сколько времени нужно, чтобы объяснить человеку? 5 минут? 20 минут? Он это понял. Я боюсь, что Синагоги там, они не являются трамплином в РЦСР. Они являются барьером перед РЦСР. Я вам приведу пример. Приведу пример. Два ученика. Общаюсь с двумя учениками. Из Америки. Живут они, жили в маленьком американском городке. И в один прекрасный момент они решили репатриироваться в РЦСР. Так местный РАФ устроил им скандал. Почему? Потому что... Он говорит, нет такой мисс выжить в РЦСР? И вообще у меня... Разрушаетесь меня, у меня не будет меня. А, да, у меня. Нет, ну есть такое, да, но... Я думаю, если бы там не было синагоги... Наверное, они давно были бы здесь. Если бы не с кем было спорить, они бы сидели у себя там. Ну, а если бы не было спорить, они бы были бы здесь, то сейчас спорить. Я живу от того доказательства, что синагога нужна, и поэтому я здесь. Как вы к этому относитесь? Смотри, может быть, для кого-то синагога. Это путь в РЦСР. Да я бы не узнала, если бы никто не находился... Окей, я не спорю. Но у меня такое впечатление, что есть у всех этих еврейских общин какая-то другая цель, а не РЦСР. Какая? Какая? А вот как-то законсервировать эту смерть там. Если все уедут, что же будет делать местный РАФ? А как они должны были делать? А один человек уехал в РЦСР или все? Ну все, сносим, взрываем тут все. Как это должно было быть? Ну ничего, взрыватели сносить, надо просто ехать. Ну, должны же постоянно люди уезжать. Как тогда их информировать о том, что они евреи, о том, что есть праздники, о том, что нужно ехать в РЦСР, если не будет места, где они должны собираться? Я боюсь, что эти места... Если место, оно и... Если место это имеет своей целью оповестить евреев о том, что они евреи, их место в РЦСР, я согласен. Но у меня такое впечатление, что цель у этих всех заведений, как правило, иная. И доказательство этого является то, что они не способствуют, что люди, которые приезжают, очень часто я слышу у них, что местный Равин был против того, чтобы они ехали. Потому что религиозных очень мало, им нужно... Ну, это верно. Значит, стоит это дело закрыть, пусть лучше будут здесь, чем там. Просто... Если не будет достаточно семей религиозных или еще что-то, не будет кому рассказывать и показывать, что это за жизнь вообще еврейская. Да, как должны люди, на примере чего, учиться и видеть, с чем вообще придется толкнуться в РЦСР? Я не понимаю. Они могут сюда приехать и продолжать есть свинину и жить, как хотят. Пусть едят свинину в РЦСР, чем не едят свинину в могиле. В могиле никто ничего не ест. У могилы, у жизни есть одно, по крайней мере, преимущество перед смертью. У живого человека есть одно преимущество перед мертвым, он жив. А что касается примерного поведения, то мертвец действительно ничего не нарушает. Он не ест свинину, он не говорит лошонара, он вообще никому не мешает. Но возникает вопрос, является ли смерть идеалом? В моем издании Торы написано, что Муше сказал, что он рекомендует выбрать жизнь. И Хескель говорит, что Галут это могила. Значит, выбрать жизнь это приехать в РЦСР. Я человек очень простой. У меня очень примитивные взгляды. Вот что читаю, то и понимаю. Но если бы и Хескель, а где же вы изначально из Хескеля? Ихескель изгнали, евреев изгнали из РЦСР, так он их утешает. Ну, не так далеко, например, в Сибирь, правда? Вавилон! Ну, это реально все. Да, да, если бы с Вавилоном уже было так чик-чак за два часа прилететь. Ты не давал? Так что я вам скажу, я приведу вам пример еще одного Мидраша. Мидраша объясняет историю из книги Йона. Помните книгу Йона? Пророк Йона, он ведь не хотел идти в Нинвейд, шуовать нинвейцев, и Ашему, и пытался убежать. Помните эту историю книги Йона? Окей. В Кривем Кипур читают эту книгу. И вот, в один прекрасный момент он решил убежать. Нанял второго корабля и пытался убежать в район Малой Азии. Сегодня это называется Турция. Таршиш. И Ашему не дал убежать и вернул его обратно в Иерусалисрай. Теперь Мидраша объясняет, на что это похоже. Представь себе, что есть некий Коэн. И у Коэна есть раб. И раб этот хочет убежать от Коэна. Он хочет убежать от Коэна. Куда он побежит? В городе. Если у него хозяин Коэн. На кладбище. Туда, куда Коэн зайти не может. Хо? Я убегу на кладбище, говорит раб. И там он меня не достанет. Ага. Так поступил, говорит, Йона. Убежал. Куда? Попытался убежать за границу. Теперь, что он забыл, говорит Мидраша. Что у Коэна есть другие рабы, которых он пошлет на кладбище. Они его приведут. То есть ему не нужно самому ходить на кладбище для этого. Теперь вы поняли символику. А Шэм он Коэн. А за границей это кладбище. А разве людей, которых он посылает за остальными, это и не есть его слуги? Куда посылают? В другие страны, чтобы людей привезти. Послали, пришли к кладбище. Если человек ездит ради того, чтобы сделать какую-то митцву, окей, бессендер. Так это и есть. Так это вот спасал своих гостей. Не, ну реально, собирание искра святости разве... Собирание искра святости, это уже другая тема. Под лозунгом «собирание искра святости» подводится идеологическая база про то, что мы остаемся там в Галуте. Другими словами. Все искра святости, они собираются до того, как РЦСР открывается. Когда она открылась? Да. А если нет, то приходит Аман. Есть люди, которые любят ждать Амана. Он приходит? Да, вот сейчас пришел. Он всегда приходит. В каждое место он приходит в свой срок. Кто хочет ждать Амана, пожалуйста, ждите Амана. Что я могу поделить? Я бы не хотел, я бы никому не пожелал ждать Амана. Аманов очень много. И они с большим энтузиазмом выполняют свою амановскую роль. И не всегда можно это все закончить хэппи-эндом. В любом случае, делайте с этим, что хотите. Я вам только хотел рассказать то, что Ихискель говорит. Да нет, может с Ихискелем соглашаться, не соглашаться. Но это то, что он говорит. 37 глава Ихискеля. Агмара, кстати говоря, в трактате с Эднедрином все это объясняет действительно, как пример Галута и так далее. В главе Хелик. Подробнейший вопрос. Теперь, здесь есть еще один эпизод. Уже то, что происходит после возвращения. Видите, в традиционном тексте есть пауза. Видите? И есть новая строка. И было слово Ашема ко мне. И было слово... Видите, здесь никакого вообще нету перерыва. А в тексте есть. А ты, Бен Адам, возьми себе... Возьми себе... Дерево даже. Одно. То есть, имеется деревянный посох один. И напиши на нем... Это иудеи, сыновьям Израиля, которые с ним. И возьми дерево другое. Имеется палку другую. И напиши на нем Юсефа. Дерево Ефраима и всего дома Израиля, объединившись с ним. То есть, речь идет о том, что нужно намекнуть на два царства Израиля. Вы помните, что во времена Ихискеля они были разделены. Погибли облацарства, но сначала были разделены. Было царство Иуда со столицей Иерусалима и было царство Ифраима Израиля со столицей в Шумроне. И что нужно сделать? И возьми... Сейчас я посмотрю на текст. А, и приблизь их один к другому. И приблизь их себе. То есть, ты и себя один к другому. В одну... В одно дерево. И будут одними в руке твоей. То есть, ты возьми их вместе, соедини. И они станут одним. Одним посохом. Одним деревом. И когда скажут тебе сыны народа твоего, сказав. Не скажешь нам, что это у тебя. То они потребуют объяснения этому фокусу. Скажи им, так сказал Адунай Илогим. Вот я беру посох Йосефа. То есть, дерево Йосефа. На самом деле, он употребляет слово дерево. Сейчас я еще раз посмотрю. Что значит дерево? Дерево имеется в виду палка. Его? Да. На которой написано. Который в руке Ифраима и колено Израиля объединишься с ним. И положу его к посоху. То есть, к дереву Иуды. И сделаю их деревом одним. И превратятся они одним в руке моей. И будут эти деревья. Сейчас еще раз посмотрю. Перевести поточнее. Да. Он говорит про деревья. И будут эти деревья, на которых ты напишешь в руке твоей перед глазами их. То есть, не то чтобы они превратятся в одно. А мы, Иуды, не вместе. Символика очень понятная. Что Израиль и Иуда больше не разъединятся. Ведь он все время, ведь травма не была какая. Раскол царства Израиля еще до разрушения. Потом оба были разрушены. Так вот, больше этого объединения, разъединения между Иудой и Иосифом не произойдет. И будут деревья, на которых напишешь ты, в руке твоей перед глазами их. И скажешь им. Так сказал Адуна Илухим. Вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они. И соберу их со всех сторон. И приведу их в землю их. И сделаю их народом единым в стране той. На горах Израиля. На каких горах Израиля? Вы помните? На тех самых горах Израиля. О которых мы говорили в 36 главе. То есть, именно у Ихискеля Эра Цесраиль называется горы Израиля. А почему? В Эра Цесраиль кроме гор ничего нет. Посмотрите на карту. Вы видите, что горы это центральный хребет. Видите? Галилея, Шомрон, Иуда. Горный хребет это центр. То есть, вся Эра Цесраиль находится вокруг этого хребта. Я уже говорю восточный Байордаль. Видите, идет тут горный хребет. Мы с вами на нем, оказывается, находимся. То есть, это главное. Это центр. Центр страны Израиля. Почему я это подчеркиваю? Потому что на современном израильском жаргоне центром страны называется побережье. Видимо, у людей есть проблема с географией. На самом деле, это идеология, конечно. Я так прикидываюсь немножко дурачком. Но обратите внимание, что это не просто так. Центром страны называется побережье. Нежелание принять, что центр страны это горный хребет Иуды и Шомрона. Теперь давайте вернемся к Ихискелю. И сделаю их единым народом в стране, той на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем. И не буду впредь двумя народами. То есть, никогда больше такого безобразия, как раскол Израиля на два государства не будет. Пожалуйста, обещание Хискеля. Никогда больше этого не будет. То есть, время от времени иногда ты видишь, люди говорят, давайте разделимся на два царства. Иуда и Израиль. Нет, этого больше не будет. Есть гарантия. И никогда не разделятся впредь на два царства. И не осквернятся впредь идолами своими. И гнусами своими. Обратите внимание, здесь как будто бы причина всех этих идолопоклонских жуткостей была в том, что они разделились. А ведь на самом деле это так. Потому что в момент, когда у тебя есть два Израиля, а сколько есть богов? Единство Израиля свидетельствует единство Всевышнего. А если у тебя есть два Израиля, начинаешь путаться, начинаешь считать. И не осквернятся впредь идолами своими. И гнусностями своими. Во всех преступлениях их. И выведу их, спасу их из всех мест, где они приступали. И очищу их, и будут мне народом, и я буду для них Илухим. Обратите внимание, что именно в тот момент, когда Ашем выводит нас из Галута, он становится нашим Илухим. А если мы не здесь, то тогда он не наш Илухим. И тогда получается интересная ситуация, что народ живет как бы без своего бога. По этому поводу в трактате Брахот говорят, что всякий еврей, который находится вне Рецесраль, как будто нет у него Илухим. Почему? Потому что он живет под властью других Илухим. То есть национальных ангелов других народов. А где мы их видим, кстати? Вы помните? Где-то она рассказывает о национальных ангелах других народов. Не здесь. Это в главе, в книге Даниэль. Даниэль, он видел всех этих товарищей. Вот, говорит, персидский ангел, вот греческий. И никто мне не помогает, кроме израильского. А как, кстати, зовут израильского ангела? Михаэль. Есть такой товарищ. Но это не в лучшем случае. В лучшем случае, в нормальном, это когда Ашем прямо нами управляет. А когда? Когда мы здесь. Вот сегодня он прямо управляет. Есть израильский тоже, а? Есть. А в чем случае? Можно получить лигу Ктувим? Он взялся, потому что мы не на месте. Сейчас я прочту. Всевышний не может нами управлять, потому что он не засыпает. Окей. Давайте посмотрим книгу... Книгу... Даниэль. Это еще более жуткие вещи. Вот только надо главу найти. Да, 10-я глава Даниэля. Тут он видит видение с ангелами. Давайте посмотрим на этих ангелов. Хотите посмотреть на них? Даниэль, 10-я глава. Открыли. Вот, 20-й посуд. Я не буду все это читать, потому что это очень много. И сказал он, то есть один из ангелов. Знаешь ли ты, зачем я пришел к тебе? Сейчас я вернусь воевать. С кем? Сейчас я посмотрю на текст, чтобы перевести точнее. Сейчас я пойду ввать с Сар-Пара. Что такое Сар-Пара? С ангелом в Персии. Но когда я уйду, придет Сар-Яван, то есть греческий ангел. Однако расскажу я тебе то, что начерпно выяснилось в Писании. И нет никого, кто поддержал бы меня. То есть этот ангел говорит, но нет никто, кто вас защищает, кроме Михаэля. Вашего Сара. Сархэв. Стойте. Если у Эр-Цесраэль тоже есть. Лё-лё-лё, это не Эр-Цесраэль. Это не Эр-Цесраэль. Это все происходит в Вавилоне. Хорошо. Даниэль жил в Вавилоне. Если у Ам-Цесраэль есть ангел Михаэль, то значит они не подвластны ангелам там с тех стран, где они живут. Наоборот. Он говорит, никто. Он пытается, говорит, воевать. Никто меня не поддерживает. Инна, посмотри 12-ю главу. И ты увидишь, что это такое. 12-я глава Даниэля. Тут уж вообще страшные вещи. В чем смысл ангела? Сейчас объясню. И в то время встанет Михаэль, великий сар, то есть великий ангел, стоящий над сынами народа твоего. И будет время беды, которая не была со временем того, что он народ, то есть я могу вам народ, до этого времени. И в то время спасется народ твой, всякий записанный в книгу. Не написано. Это скобочки у вас. Вся они написаны в книгу. А вы потом посмотрите, у Ишаяу и у Вади написано, что эта книга, это Иерусалей, всякие записанные в жизни в Ярушалае. То есть что говорит здесь Даниэль? Будет страшная беда с твоим народом, которой не было никогда, но спасется тот, кто будет записан в книгу. Объясняют Ишаяу и Увадья, что книга это эра-цесрая. Все, кто будет в эра-цесрая спасется, что и произошло. Это прямо намек на катастрофу. Те, кто там раньше жили... Те, кто в это время будут там. То есть Михаэль, он управляет нами там. И он, как известно, ничего не смог сделать. В смысле? А как если ничего не смог? Нет. Он что, бессильный ангел? Лё, вы поймите, что если управление переходит на уровень ангела против ангела, то они играют на своем стадионе. Чем отличается игра... Я приведу и спорт, например. Там написано, что это величайший ангел. А Всевышний, он, в принципе, отстраняется? Дайте слово сказать. Ну, непонятно. А я объясняю? Для того, чтобы объяснить, нужно дать мне слово. Когда управление переходит на уровень национальных ангелов, тогда игра идет на одном уровне. Но они-то играют на своей площадке. На своей площадке и стены помогают. Да-да. То есть... Понимаете? То есть он говорит, я ничего не могу сделать. Неготь-ангел. Ну, мне только-то Михаил помогает. Но здесь еще написано. В то время поднимется Михаил, великий сар, стоящий над сынами народов. И будет большая беда. Что толку мне от этого Михаила? Почему? Потому что мы там находимся в распоряжении этих ангелов. Он пытается, видимо, там бороться. Я не знаю. Выходит... То, что... Все-таки, когда мы находимся там, то мы находимся под его патронажем. Лео, он пытается нас спасти из-под власти национальных ангелов. И Даниэль говорит, как это непросто. И что это кончается большой бедой. Михаэль, от какого слова? На мух. Низкий. Низкий? Мах. Вы только что сказали, что это великий ангел. Он великий ангел, и он ничего не может делать с нами. Он не может защитить. Ну, факт. Против фактов не попрешь. Даниэль говорит об этом. За много тысячелетий Даниэль. Даниэль сказал это 2500 лет назад. Даниэль жил примерно времена Эстер, плюс-минус. Вы знаете, есть даже мидраши, которые говорят, что Атах, которого Эстер поставил к Мурдыхаю, это Даниэль. Ну, понятно, что это мидраш, но действительно Даниэль жил там до этих событий. Даниэль же тоже был изнан вместе с... Даниэль был изнан с той же командой, что и Мурдыхай. Даниэль и Мурдыхай из того же поколения. Он жил в тех же местах. Вы понимаете, что происходит? Но когда Ашем управляет своим народом на своей земле, о-о-о, тогда нам никто ничего не может сделать. Поэтому надо быть в нужном месте в нужный момент. Потому что есть проблема. А что вы здесь делаете? Почему Михаил что-нибудь может сделать? Потому что... А какое у него моральное право? На основании чего? Вы живете здесь в гостях, значит, должны петь под нашу дудку. Не нравится, уматываете. А если остаетесь, значит, вам нравится. Принимайте правила игры. Вы вас сюда звали? Не звали. Когда мы на своей земле, которую Ашем нам предназначили, прямое управление, какое может быть, какой-то, кто может вообще открыть рот? Разве когда Советский Союз так легко всех выпускали? Когда у тебя железная стена. Ну. А что ты можешь сделать? Все время, пока железная стена, значит, не время. Ну, значит, не время. Но когда железная стена падает, и открываются все пути. После Второй мировой войны. Она упала после Второй мировой войны. После Первой мировой войны. Нет. После Первой мировой войны упала стена, потому что англичане сказали... Англичане сказали в семнадцатом году, что Эр-Цесраэль национальный дом народа Израиля. Они, мол, дают и так далее. Это было великое открытие. Это не значит, что из Советского Союза их выпускали с ангелами. Очень, может быть, тогда еще пускали. До двадцать восьмого года пускали. Кто, кого пускали? Из Советского Союза можно было уехать. Можно, можно. Более того, я тебе скажу про правые вещи абсурдные. Люди возвращались в Советский Союз. Из Р-Цесраэль. Потому что товарищ Сталин позвал их строить колхозы в Крыму. И они поехали. Были такие товарищи, поехали. Ну как же, коммунизм держит святое. Товарищ Сталин зовет. Всякое бывало. Потом прикрыли лавочку для советских людей. Потом для советских людей открылось заново это, в 70-х годах. Детаки усилий Рава Менделевича, личные. Они пошли на совершенно сумасшедшее дело. Это было просто самопожертвование. Решили угнать самолет. Реальность такого поступка в Советском Союзе нулевая. А результат ясен. То есть их всех поубивают. И они на это пошли. Их посадили. Чудом они остались живы, потому что общественное мнение там начало бурлить. И в заслугу их открылся поток некий. В 70-х годах многие уехали. Потом опять это дело прикрыли, конечно. Ну, после перестройки Горбачев, в 88-м, 89-м году опять Советский Союз открыл свои ворота. А если ты не можешь? Нет, дружи. Понятно? Нет, нет. Ты сидишь в лагере. Но когда лагерь-то открывается, понимаете? Представьте себе, вы сидите в концлагере. В тюрьме. И они говорят, ну что можно поделать? Тюрьма, тюрьма. И в один прекрасный вдруг видно, ворота открылись. Охранники ушли. Можно идти? Люди говорят, а что это мы пойдем? В общем, кто сказал, что здесь плохо? Мы как-то жили, ну и... Вся. Так не удивляйся, что потом охранники вернутся. И ворота могут снова пац! Хас в шалом. А сейчас что происходит? Ангелы Украины и Россия дерутся? Да? Да? А вы же думаете? А почему Ангел России выполнил Ангелы Украины? А? Не понял вопроса. Почему Ангел России разозлился? А что случилось? Потому что российский Ангел хочет все время захапать. У него другого нет ничего. Это империя зла. Она хочет их захапать. Не волнуйтесь, если бы у Украины было столько территорий и войск, а они бы тоже были империей. Просто у них нет такой возможности. Окей. Поэтому они ведут себя скромно и борются за свою независимость. Но если бы ситуация изменилась, и те были бы там, и те были бы там, то была ситуация то же самое. Равлёна, а как же с тегилинговой? В тегилинговой говорится, что... Я не знаю, что будет тегилин. Есть книга «Тегилин». Я тебя слышал. Тегилин не слышал ничего. У нас где написано, что в Украине там тегилин. На Украине? У нас, говорит, нету проблемы. Это украинские проблемы. Так вот, написано, что... Я думала, вы все ангелы, среди земли, однако вы пойдёте как один из людей. То есть, по идее, ангелы-то передерутся, но как раз народные построения не получается. Да интересно. Они же будут на своей площадке драться. А где? А ты хочешь, когда ангелы воюют между собой, то народы живут в мире, дружбе, и всё хорошо. Я желаю тебе оставаться в дальнейшем в таких иллюзиях. Нет, ну просто нет, я спрашиваю, потому что это не... Кто хочет... Я не хочу говорить плохие слова. Ну, я могу повторить слова Рава Кука. Он в 33-м году, выступая здесь, в большой синагоге, в старом городе, сказал, кто ещё не услышал шофара вот этого, который Машем трубил, большого шофара, так ему петлю Рогиклер так протрубил, а что мало не покажется. Протрубил. В 33-м году пришёл товарищ, потом протрубил. Вы знаете, что ещё все 30-е годы фактически можно было из Германии уехать в Рецисраиль? И даже нацисты давали какую-то там компенсацию. Ну, конечно, миллионерами от этой компенсации никто не стал, и имущество оставалось. Но согласитесь, это вариант несколько более привлекательный, чем следующие моменты. Были евреи, которые уезжали по этому соглашению. Были какие-то неписанные или полуписанные соглашения между Сахнутом и, извините меня, нацистской Германии. Что они давали евреям возможность. Но потом это закрылось. Факт, что в 30-х годах полно евреев, из Германии приехало сюда. Ну, скажите. Есть люди, которые ждали до конца 40-х годов. Какое? Люди сидели и ничего не делали. В Венгрию в 44-м году немцы пришли. Кто будет сидеть? Кто будет сидеть? Будет дождётся. Ну, что я могу поделать? При цели по собственному желанию или через... Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и богатым. Катя предлагает ехать, ты можешь продать квартиру достойным образом. Тебе дают билет. Когда не давали, когда стоит охранник с собакой у забора, вопросов нету. Но они уезжали голые практически, без ничего. Я думаю, если бы люди, если бы люди, если бы люди в лагере Аушвиц, вы знаете, если бы провести социологический опрос среди населения лагеря Аушвиц, что предпочитаете? Ехать в Эра Цесраэль с компенсацией, с льготами, или ехать голыми на голое место. Как вы думаете, какой ответ бы они дали? Должен ехать. Хоть как. Знаете, приходят евреи на таможню, а у него попугай. Ему говорят, попугая нельзя вывозить. Нельзя вывозить живого попугая. А что делает? Я не знаю, вот можете его в виде тушки. Тушки вывезти. Что делать? Спросил. Не знаю, что делать. Попугай говорит, что делать? Попугай говорит, тушка не тушка, а ехать надо. Понимаете? Потом такие разговоры, они просто теряют смысл. Просто теряют смысл. и всегда, к сожалению, такие вещи приходят. В одно время не приходят сюда, в другое приходят сюда, в другое приходят сюда. Здесь много аманов. И повторяю, даже с точки зрения даже элементарной морали есть определенная правота у всех этих антисемитов. Что вы делаете здесь? Что вы делаете здесь? А если вы у меня дома, я вас сюда, кстати, не звал, никто вас никуда не приглашал, то извините меня, пляшите под мою дудку. Вы еще права требуете здесь каким-то. Например, даже сегодня есть антисемитские нападения, но почему-то не очень. Ну, я же говорю, где люди, 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 каждый решает для себя. Каждый решает для себя. Опыт исторический у нас богатый. Почитайте Даниэль, страшные вещи. Поймите эти слова. Если Даниэль говорит, в то время встанет Михаэль, великий сар, стоящий над цинами, но и будет беда, время беды, которая не была с тех пор, как он народ до этого времени, до того времени. И в то время спасется народ, твой всякий записанный в книгу. Действительно, был здесь спасен. А в конце там вообще прямо, там прямо не указывают. Бекетсор, что я могу сказать? Есть такая реальность, как национальные ангелы, и с этим приходится считаться. С этим приходится считаться. Это я к тому, что когда мы здесь, я буду вашим и другим. И вы будете многим народом. И, кстати говоря, это все время, этот мотив все время повторяется у Мушев в книге двори. Смотри. Теперь здесь речь идет о Давиде. Посмотрите. И слуга мой Давид, это 24-й пасук. И слуга мой Давид, над ними, и пастух один будет у всех. Кстати, обратно внимание, как царь называется во всей этой символике, пастух, роэ. Значит, народ, это кто? Овцы. И в этом нет ничего обидного. Потому что большинство людей, они не желают быть никем иным, кроме овцем. Это нормально. И тогда уже ответственность здесь лежит на них, каких пастухов они выдвигают на руководящую должность. Вот здесь личность пастуха, она обсуждается. Слуга мой Давид. Слушай, слуга мой Давид. Понятно, что не сам Давид в Бенешай. Сам Давид в Бенешай умер. Об этом написано в книге Шмуль. Нет, не Шмуль, книги Мелохима это написано. А кто же это слуга мой Давид? Понятно. Продолжение Давида. Потомки Давида. То, что называется Маше. Слуга мой Давид. Это вот одно из мест, где пророки обещают, что власть в Израиле вернется к дому Давида. И установлением моего следует им и законам и судать и исполнять их. И будут обитать на земле я постараюсь перевести точнее, конечно. И поселятся на земле, которую дал я рабу моему Яакову, на которой жили их отцы. И поселятся на ней они и сыновья их и сыновья сыновей их до навечно. Адулям. Слово Улям что означает в Танахе? А? Мир это шалом. Вечность. Адулям вечность. И Давид слуга мой на си у них навечно. Обратите внимание, сначала он называется царь. Видите, посуд 24. Давид Мелех. А в 26. Давид называется Наси. Какая разница между царь, между Мелех и Наси? Скажите. Есть какая-то разница? Наси это был раб, да? Ле-ле. Наси это тоже царь. Глава. А Мелех это которого убирать. Наси это больше, чем царь или меньше. Вот я хочу понять. Меньше? Мы Аллаха выбираем Мелех. Или на духовный литер. В смысле, он как бы Мелех он и без того, что мы скажем, что он Мелех. А Наси мы должны сказать, что это Наси. Ну, то есть, это глава народа. А царь не нужно его выбирать. А царь нет. Нет, царь невыборная должность. Царь невыборная должность? Почему? Аллаха говорит, что это выборная должность. Если человек получает большинство, поддержку большинства отца, нет, нет. У Давида были такие эпизоды. И у Шауля были такие эпизоды. Не совсем ясно разница между Наси и Мелех. Это фактически одно и то же. В Торе, например, помните, в недельной главе Ваикра есть разного рода очистительные искупительные жертвы, которые приносят разного рода люди. И там одну из жертв приносят Наси. То есть, это царь. Наси и Мелех это, в принципе, одно и то же. Какая между ними разница, никто это глава колена. Наси но когда есть только один Наси у всех, так это царь. От какого слова Наси? От слова возвышенный. Насет. по рождению Мелех? А если у народа не принимает? Я не знаю, какая между Наси и Мелех? Это просто я хочу заострить ваше внимание, что название этого главы народа оно не имеет значения. Что Наси, что Мелех, может еще какой-то. Глава обсуждает даже варианты, что может быть один начальник, а другой заместитель, два Давида. Есть разные варианты. Не стоит зацикливаться на названиях. Но то, что власть в Израиле должна вернуться к потомкам Давида, это обещание пророков. Это не только здесь, у других пророков тоже, но это место, где об этом говорит Ехискель. Кстати, а мы с вами может быть уже видели это в 36 главе. Сейчас я посмотрю, в 36 главе он упоминает это? Нет, в 36 главе он не упоминает это. Вернемся в 37 главу. И заключу с ними союз мира Бриджалоу. Союз вечный приводит с ними и размещу их и размножу их и дам мигдаш мой среди их навеки. Видите? Третий бэть мигдаш не будет больше разрушен. А теперь вы мне можете сказать, ну ведь кто сказал, что Ехискель говорит про третий бэть мигдаш, может он говорит про второй? А? Что вы на это скажете? Что вы на это скажете? я вам объяснил, что это он говорит про наше время. У нас все это будет. А может это все уже было во втором храме? Во-первых, совершенно верно, на веки. А второй храм не был на веки. А во-вторых, очень простая вещь, никогда дом Давида к власти не возвращался. Не было у нас никогда царей из дома Давида. Правда, вы, конечно, можете мне сказать, что это не совсем точно, потому что в начале, когда персидский царь Корыш дал декларацию Корыша и мы вернулись, то у нас начальником еврейской автономии был кто? Был, правильно? Вы думаете, боитесь сказать, что это был Зарубавель бен Шалте Зарубавель Зарубавель он из потомков Давида, потомков царя Ихонии и про него Захария намекает, мол, может, он будет Машехом, но этого из этого ничего не вышло. Объясняет раби Левит Книги Кузыри не вышло, потому что не приехали. Окей? То есть все это не осуществилось во втором храме. Не говоря уже о том, что колено Ефраима вернулось, не было ничего этого. А здесь этого не было. Если потомки Давида никогда не возвращались, значит, будет. И будет мешкан мой над ними. Видите, я буду жительней, и буду именухим, они будут мне народом. И узнают народы, что я Ашем, выделяющий Израиля, когда будет Мигдаш мой среди них навеки. То есть когда все народы узнают наконец-то, что я Ашем, Бог Израиля, когда будет Мигдаш, это окончательная стадия. Но обратите внимание, что еще до того, как строят Мигдаш, само это возвращение оно уже делает Ашем нашим Илухим. А уж когда построят Мигдаш, тогда все увидят. Теперь воспользуемся тем, что у нас есть еще немножко времени и посмотрим Ермияу. Хотите посмотреть Ермияу? Ермияу 23 глава. Вот она и открылась сама по себе. Ермияу жил в то же время, что и кто. Ихистель. Я просто хочу, чтобы у вас было немножечко историческое представление. Ермияу там. И у него тоже есть утешение. Вот он упрекает царей Израиля. Посмотрите, как цари называются у пророков. Пастухами. 23 глава. «Ой, пастухи, которые губят и разгоняют стада овец. Стадо моё овец», сказал Ашеб. Видите? То есть есть такие цари плохие, царь, царь из дома Давида, которые разгоняют мой народ. То есть народ всегда это стадо овец, в этом нет ничего стыльного. И вот здесь я так и так и так и так. И снова про Давида. Смотрите, просто чтобы у вас было представление, что во многих местах пророки говорят о возвращении народа Израиля. И в этой же связи всегда подчеркивают вращение дома Давида. А то люди говорят, Машех, Машех, откуда это взяли, не знают. Я в 23 главе. Поэтому так сказал Ашем и лугим Исраэля, пастухам, пасущим народ мой, то есть царям, вы разогнали овец моих и оттолкнули их и не смотрели за ними. Вот, я взыщу с вас за зло деяние, ваш сказал Ашем. Я с вас прошу за все балага. И соберу остаток овец моих изо всех стран, куда я изгнал их. Видите? То есть как будто евреи и овцы разбежались по разным странам. И верну их на пастбище их. Вот наши пастбище. И будут они плодиться и размножаться. Есть корм. И поставлю на день пастухов, которые будут пасти их. И не будут они больше бояться, не будут пугаться, не будут пропадать с Калашем. Вот наступают дни с Калашем, когда «Взращу я Давиду праведный росток». Видите? Как называется Машех здесь у Ирмияу? Цемах цадик. Поэтому в той брахе, где мы просим Машеха бен Давида, как мы его называем? Цемах. Обратите внимание? Он растет. И будет царствовать царь, и будет мудр, и удачный, и будет решить суд и правду на земле. В дни его будет спасен Израиль, будет жить в безопасности. И вот имя его, которым назовут его Ашем, тут надо все проверять, Ашем Циткенус, Ашем наша справедливость. Поэтому вот наступают дни, сказал Ашем, когда они будут больше говорить, жив Ашем, который вывел сынов Израиля из земли египетской. Придут дни Гатермияу, когда выход из Египта вообще вспоминать не будут. А можно спросить, а почему здесь написано, что наступают дни? Ведь когда говорят, хотят сказать про будущее, скажут, наступят дни, а здесь наступают, как будто бы они вот-вот они должны прийти, а сколько времени? Совершенно верно, потому что Ермияу говорит о том, что это будет довольно быстро. Лахэль и наявимы, вот дни приходят. То есть с его точки зрения это, ведь это могло произойти после разрушения. Ведь Ермияу сказал, что через 70 лет все вернется. И все то, что написано, могло произойти через 70 лет. Но так как евреи в массовом порядке не откликнулись на декларацию товарища Корыша, все отодвинулся до 1000 лет. Так объясняет Рабьюда Оливий во второй части книги Кузыри. «Жив Ашем!» Не буду больше говорить «Жив Ашем, который вывел суннов Израиля из земли египетской». Не буду сминать выход из Египта. А «Жив Ашем, который вывел и который привел потомство дома Израиля из страны северной и всех стран, куда изгнал их, и будут жительны на земле своей». Обратите внимание, я повторюсь перевести точнее с текста 7-й посуг, 23-я глава, запомните? «Поэтому вот дни приходят слово Ашем и не скажут больше «Жив Ашем, который поднял сынов Израиля из страны Египет», а только «Жив Ашем, который поднял и который привел потомство дома Израиля из страны северной и всех стран, в которые забросал их там и поселится на земле своей». Обратите внимание, что здесь тоже речь идет не о возвращении второго храма, потому что тогда они приехали только из Вавилона и уж совсем не из всех стран, и уж совсем не из северной страны, потому что в северной стране они тогда еще не были. Вавилон по отношению к Эрацисрею это куда? Направление какое? Вы когда-нибудь «Атлас» открывали? Очень интересная книга. «Атлас». Вавилон от Эрацисрея это куда? наверх? На запад? На запад? На запад? В море? На восток? Вавилон на восток. Когда Вавилонская гмора говорит, что кто-то пришел из Эрацисраэль, они говорят, кто-то пришел такой-то с запада. Эрацисраэль в Вавилонской гморе называется запад. на араб-то. Значит, Вавилон на востоке? На карту даже не нужны гмора для этого. Смотрите на карту. Свободное время. Поэтому евреев увели в Вавилон. Это не север, это восток. На севере вот Эрацисраэль евреи не были. А вот посмотри. Возьми карту, возьмите глобус, посмотрите, я думаю, глобус. Есть карта, есть атлас. И видно совершенно четко, что если проведешь из Эрацисраэль на север прямую линию попадаешь в Москву. А вот сейчас это северная страна? Более северной страны, чем советско-российская империя нету. Там дальше начинается океан. Нету больше северных стран. Поэтому Ермеяу что говорит? Обратите внимание, он говорит и из всех стран. То есть это будет глобальное собирание всех рассеянных, всех заброшенных. А почему он интересен делать акцент на северную страну? Потому что это главное. Главное ли я из северной страны? То есть Ермеяу говорит про наше время? Вавилонии они приехали чуть-чуть из Вавилона. Ты никак можешь сказать что это из всех стран, да и северной. Просто никак не сходится. И в связи с этим Ермеяу обещает Машех. Вот вы поняли мыслю пророческую? Они все обещают Машеха бен Давида в непосредственной связи с глобальным собиранием евреев вырыться вверху. Обратили внимание? Не то что евреи вернулись из Вавилона или из Урюпинска. Возвращение из Вавилона Машеха не привело. Слабый закос под Машеха. Зарубавель про него Исахарий говорит вот мол будет ничего не вышло. Почему? Не приехали? Качество не перешло в качество. А то когда приезжают со всех стран Давид 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 Ина посмотрите И Давид у моего росток и будет царствовать и будет па-па-па-па-па-па-па Да Я просто начну ту стихию которая говорила о 8-7 4-й Псал Я думал вы ангелы сыны Всевышнего Всевышнего Однако вы умрете как человек падете как один из князей и вы станете сильной садизимой и ботен следующей народ Здесь есть объяснение что этим меня называют судьи когда они судьи и этим же именем называются ангелы выполняющие миссию создателя управления света Я думал вы будете как ангелы Всевышнего Однако вы здесь обладные смерти смертные ваши души украдут вести с телом вы попадете как в единственный деятельный вклады который управляет гордоливо уважает богатство и убирает в чем вопрос смотрите что происходит судя потому как ангелы они как раз уважают поступают как управляют людьми гордоливо на данный момент они время от времени ликвидируются и самолик национально в момент когда когда Ашем хочет ликвидировать какую-то империю и прежде ликвидит ангела посмотрите как книги шмот в главе Бешалах описывает как Ашем фактически снял с управления египетского ангела и без Раши так это объясняют там сплошная метафизика поэтому когда приходит конец какой-либо империи ангел перестает функционировать снимают его бросают в виде тряпок сложат сундука а еще написано на вот не помогает национальных в наше время например ты можешь видеть их на карикатурах как американский ангел выглядит дядя сын ангелов есть миллион всяких градаций мы сейчас говорим про тех которые называются сар то есть национально сар это царь босс не просто миллиарды царя сар это царь от слова власть срора лисрор это властвовать сарита это от этого слова происходит слово израиль змея да пожалуйста вопрос последний скажите пожалуйста а вот если территория государства меняется то ангел тоже меняется конечно когда убегал убегала Давид от Шауля он говорит смотрите вы меня прогоняете иди говоря служи другим чужим и лухим а куда его прогоняли в Кириатгат но в Кириатгат были Плештимы там правил Плештимский а он говорит другим и лухим если это территория наша нет нам больше Плештимского и лухим тогда и поэтому если у кого-то откусили то ты хочешь спросить какой он управляет Крым сегодня борьба я думаю что русский пришли зелененькие человечки так и в Крыме зелененькие человечки тот кусок который украины забрал Россия у тебя появляется русский так они все как говорят наши мудрецы дружно молиться за благополучие царства если бы не страх перед царством люди бы живыми глотали друг друга откуда мы знаем что это так очень просто над царствами самими нет царства они не глотают друг друга а что не съем то перенаткусываю хотел съесть с Украины но только не получился но Крым по крайней мудрецы что получается ангел может побуждать население этой страны каких-то действий на территории да может или они его они черпают у него силу национальный ангел это программа всевышнего в отношении этого народа они приходят столкновения украина это такое что это не это 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 это